Сергей Родионов, легенда футбольного клуба «Спартак». Родионов и Черенков – лучшая спартаковская связка? Канал «Истории спорта» приветствует вас в выпуске от подписчиков про футбол. И речь пойдет про второго в истории «Спартака» бомбардире Сергея Родионова. Родионов и Никита Симонян – сколько голов не хватило до рекорда главной легенды «Спартака»? Сборная СССР по футболу и Лобановский – почему не хватало места в составе таким кудесникам, как Черенков и Родионов? Эдуард Стрельцов и Родионов – что общего между ними? Сколько голов забил за сборную? И кто же такой футболист Сергей Родионов? Такие новости футбола и новости спорта ждут вас на канале «Истории спорта». Футбол сегодня, а в частности и РПЛ, и сборная России по футболу переживают далеко не лучшие времена, а возможно и худшие. Поэтому для примера нашим детям надо больше рассказывать про таких великолепных футболистов, как Сергей Родионов. И спасибо за это нашему подписчику Вячеславу, который в комментариях под видео оставил своего героя спорта «Спартаковца». Так что, дорогие друзья, и вы оставляйте комменты про своих любимых спортсменов нашей огромной страны, чтобы творить историю спорта вместе. Ну и ставим лайки для распространения, подписываемся на канал и другие платформы по ссылкам в описании. Ну а если ты фанат футбольного клуба «Спартак», то надеюсь этот выпуск понравится тебе вдвойне. Досмотри его до конца. Вы лучше, а мы начинаем. Прежде чем начать разговор про легендарного «Спартаковца», хочется вспомнить, каким же был футбол в 80-е годы у нас в стране. Итак, в 80-е годы советский футбол жил противостоянием московского «Спартака» и киевского «Динамо». Шла борьба наших великих тренеров – Бескова и Лобановского – со своим видением игры, со своей тактикой и концепцией. Великие спортсмены, составлявшие костяк национальной сборной, выходили на поле. Люди, творившие историю советского футбола, стали легендами. Одним из участников этого эпического противостояния и был основной форвард красно-белых Сергей Родионов. Сергей родился осенью 1962 года в Москве. Спортивная биография Родионова началась рано. В детстве мальчик любил все виды спорта. В 2,5 года встал на коньки. В пионерских лагерях ставил рекорды по прыжкам в длину, побеждал в пятиборье. За «Спартак» Сергей болел еще до спортшколы, но вначале поехал на просмотр в «Локомотив». Однако железнодорожники не принимали мальчиков 1962 года рождения. И Родионов влился в ряды красно-белых. Будущий нападающий играл не только в футбол, но и в волейбол, и в хоккей. Причем Родионову казалось, что на льду он поражает ворота соперника лучше, чем на траве. И парень мечтал войти в состав ледовой дружины. Однако юному спортсмену не понравилось отношение к ученикам в хоккейной школе. И Сережа выбрал футбол. По признанию самого Сергея, его с самого детства привлекала роль нападающего. Уже во время игр во дворе мальчик старался занимать место на поле поближе к воротам соперника. Навыки дворового футбола помогли подростку найти себя и на более серьезном уровне. Первый тренер Родионова Николай Иванович Паршин сразу определил подростка в нападении. Высокий, худощавый Сергей прекрасно смотрелся на этом месте. Доверие тренера Родионов оправдалось полна, став лучшим бомбардиром первенства Москвы 1974 года. Уже тогда о подростке заговорили как о возможном талантливом футболисте. Путь Сергея из детского во взрослый футбол был удивительно коротким. Из школы Спартака спортсмена пригласили в команду «Красная Пресня», которая под руководством бывших спартаковцев Сергей Сальников и Анатолий Крошунова выступала во второй лиге чемпионата СССР. Карьера Родионова в «Красной Пресне» была рекордно мала. Выйдя в конце матча на замену за отведенные ему 15 минут, Сергей Юрьевич Родионов сумел произвести впечатление на находившегося на трибунах стадиона Николая Петровича Старостина. И уже на следующий день Родионов тренировался на поле в Тарасовке вместе с игроками основного состава команды «Спартак». Так у Сергея сбылась мечта играть в клубе, за которую он болел с самого детства. Это был 79-й год. Родионову на тот момент было всего 17 лет. Всерьез претендовать на место в основном составе было бы наивным. Сергей Родионов – футболист, который первый сезон провел, выступая за дублирующий состав, забив при этом четыре мяча в ворота соперников. Уже в следующем году он стал полноправным игроком основного состава, проведя 30 игр из 34, сыгранных «Спартаком» в первенстве СССР. В этих встречах Сергею удалось 7 раз отличиться, став при этом лучшим бомбардиром команды. Кстати, именно в том сезоне в «Спартаке» заиграла связка Черенков-Родионов, на долгие годы ставшая настоящей головной болью соперников команды. Выпуск про Федора Черенкова вы, кстати, можете посмотреть на нашем канале по подсказке вверху экрана или в плейлисте про футбол. Следующий сезон стал результативным. Сергей Юрьевич забил 11 мячей. Было понятно, в нашем футболе появился еще один очень яркий нападающий. До распада СССР успел трижды стать чемпионом страны. При этом в 1989 году с 16 мячами в своем активе стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Вообще за 11 сезонов 8 раз входил в число 33 лучших футболистов СССР. При этом 4 раза под номером 1 и по 2 раза вторым и третьим. И это во времена, когда сборная была одной из сильнейших в мире. Успешная игра на клубном уровне не осталась незамеченной тренерами сборной СССР. 27 августа 1980 года в возрасте 17 лет 358 дней дебютировал сборная СССР в матче против сборной Венгрии, выйдя на замену Сергею Андрееву на 84-й минуте. Уже через минуту Родионов стал автором забитого мяча. Более ранний дебют сборной был только у Эдуарда Стрельцова. К сожалению, постоянно находясь в обойме сборной, стать основным нападающим национальной командой Сергей не смог. Так же, как и его друг Федор Черенков. Скорее не подходили по стилю игры, философии Лобановского, который больше проповедовал быстрый, физический и силовой футбол, где каждый игрок на поле был неотъемлемым механизмом, выполняющий свою функцию. В Спартаке же был более творческий и комбинационный футбол, основанный на удержании мяча. Проведя с 80-го по 90-е годы в составе сборной СССР 37 официальных игр, Родионов забил в этих матчах 8 мячей. Пихом карьеры стало выступление Сергея на Мексиканском чемпионате мира. Тогда наша сборная очень высоко котировалась футбольными специалистами, прогнозировавшими высокое место для нашей команды. К сожалению, необъективное судейство в матче 1-8 финала против бельгийской сборной поставило крест на надеждах наших футболистов. Родионов отыграл на том чемпионате все четыре матча, сумев забить один гол ворота венгерской сборной. В середине сезона 90-го года в московский Спартак пришло предложение заключить контракт с французским клубом Red Star. Французы были заинтересованы в двух игроках – Сергея Родионове и Федоре Черенкове. Одним из главных условий перехода в зарубежный клуб была договоренность с лучшим другом Федором Черенковым. Если переходить куда-нибудь, то только вместе. За французский клуб друзья отыграли три сезона. Полноценно реализовать свой потенциал Родионову помешали полученные во Франции травмы. Из трех сезонов полтора Сергей Юрьевич пропустил за травмой. Сначала было повреждение крестообразной связки, выбившее Родионово из строя на 8 месяцев, а затем пропущено еще 7 месяцев из-за перелома плечевого сустава. В итоге за французский клуб Сергей Юрьевич сыграл 57 игр, забив в этих матчах 9 мячей. После окончания контракта с французским клубом Родионов принимает решение вернуться на родину. Вернулся Сергей в свой родной футбольный клуб «Спартак», в котором и начиналась его карьера в большом футболе. Символично, что первый клуб спортсмена стал и последним в карьере действующего игрока. При этом уже в чемпионате России он дважды успел стать чемпионом. Всего же за «Спартак» Сергей Юрьевич сыграл 384 игры, забив в этих матчах 153 мяча, что до сих пор является вторым результатом в истории футбольного клуба «Спартак». Забивал больше только легенда «Спартака» Никита Симонян. При этом Сергей Юрьевич Родионов отстал всего лишь на 7 мячей. Такой вот футбольный путь был у легендарного «Спартаковца». Жаль, конечно, что про таких выдающихся футболистов очень мало информации, и, соответственно, молодое поколение о них мало что знает, разве что фанаты «Спартака». Так что надеюсь на максимальное распространение этого видео. Для этого, конечно, нужно еще и максимально лайки, наставить кучу комментов и подписок. Ну что, сможем, друзья? Верю в вас, вы лучшие! И хочется сказать еще раз спасибо одному из вас, а конкретно Вячеславу. За оставленный комментарий под выпуском про Черенкова, про такого замечательного футболиста, как Родионов. А Сергею Юрьевичу большущего здоровья! Всем спасибо, вы лучшие! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова